Позеленело буквально за месяц, который я не следил за системой. Раньше постоянно проверял, и всё было хорошо, как только перестал проверять. В общем, здесь плохой резервуар, который пропускает воду. Она испаряется, и потихоньку подсасывается воздух. Видно, пузыри идут нот-стоп. То есть, происходит аэрация жидкости, постоянное обогащение кислородом, и кислород жрёт радиатор. Надо будет сейчас всё разбирать, прям его очистить. Только сейчас сообразил, что можно полностью не разбирать видеокарту. То есть, самое критичное место – это термопрокладки, термопасту, УГПУ. Можно вот эти винты открутить, снять бэкплейт, и вот здесь отвинтить акриловую часть, оторвать её, ну и тут всё почистить. Но, конечно, я так делать не буду, потому что мне всё равно надо блок менять. Фитинги тоже патинировались внутри медью. Вот это надо будет всё очистить. Я запасу всё лимонной кислотой и уксусом. Посмотрим, насколько у китайцев прочное покрытие. Радиатор буду чистить лимонной кислотой. Развёл три пачки на такой объём жидкости, горячая вода. Ну и буду заливать вот так. К сожалению, угадать точно момент, как долить больше не надо, невозможно. Разбавлял в обычной воде, не в десятилетии. Слышно бурление пузырей. Кислота реагирует с видео. Хорошо пролит. Всё. На самом деле, уже видно, как медь очистилась. Вот здесь зелень пропала. Розово-оранжевая чистая медь проявилась. Цвет жидкости. Ну, ещё всякие хлопья. Всё как обычно. Зря столько разбавлял. Ну и всё очистилось с первого раза. От всей бутылки хватило всего лишь вот такого объёма. Загрязнения на нержавейке помпы не фиксируются. Удаляются механически. На пластике тем более. Это всё оксид меди. И даже на никеле удаляются механически. От ёршек можно купить в вооруженном магазине. От никеля чищается. Одна проблема. Вот сюда трудно добраться какой-либо щёткой. Попробую бахнуть лимонной кислоты. Думаю, нержавейке ничего не сделается от этого. Вот так получилось с корпусом. Вот так простой мочалкой топ. Ну и теперь надо ёршиком довершить. Чтобы не уродоваться, пролил ёршик лимонной кислотой. Сюда тоже плеснул. Хватило одной минуты. Одну минуту потёр и всё ушло. Здесь уже, так сказать, оборзел, уже просто лимонной кислоты плеснул. Всё тотчас сходит. Как лимонная кислота будет с никелем реагировать, я не знаю. Скорее всего, она для него чересчур агрессивна. Но вот всё, что есть в помпе, никак не страдает. Ни пластик, ни нержавейка. Очищает мгновенно. Для эксперимента попробуем угробить один из свитингов китайских. Вроде бы она с ним не реагирует. Но если в никеле есть хоть какие-то поры, трещины, кислота через них добирается до латуни, и всё, и никель сразу же подрывает. То есть лучше всё-таки для никеля чисто механическую чистку практиковать. Для окончательной дезактивации кислоты просто промыл всё мочалкой с мылом. Стерильно. Теперь интересно, сколько воды попало внутри помпы. Я старался лить только сверху. Ну, вот здесь есть щели от проводов. Помпа внутри лакирована. Нисколько не попало. Вообще нисколько. Вот эти блестящие следы – это лак. Заводской, которым тут всё залито. Как раз против воды. Ну, против её воздействия. Против гальванической коррозии. Я забыл лишнюю деталь. Теперь нужно почистить остальные подрожки. Вот этот чищеный кислотой, в общем-то, нет, не пострадал. Но, как говорится, достаточно одного раза. После лёжки в воде в течение около суток этот налёт в ней практически растворился. Ну, и сам отпадает. Вот, спрашивается, что ему мешало раствориться, когда жидкость стиркулировала по системе. Ну, видимо, то, что она была им насыщена полностью. Да, довольно легко сходит. Это всё уткнулось. Теперь десерт. Никель не пострадал. Просто отложение оксида меди. И всё. Я думаю, отмоется легко. А вот и сопротивление по току. Видно, насколько здесь низкое суммарное сечение двух половинок канала. Мягко говоря, не дотягивающее до сечения фитинга, к примеру. Слабенько затянуто. Затянуто чрезмерно низким крутящим моментом. Явно динаметрической отверткой тянули. Вручную человеку психологически тяжело затянуть так слабо. Либо резьбу просто отпустило из-за циклов нагрева, остывания при эксплуатации. Прокладка выступает достаточно высоко, чтобы с герметичностью проблем не было. Прокладка выступает достаточно высоко. После полоскания. Очевидно, что чистится легко. Нельзя, проблема может быть сегмироваться этими местами. Или нет. Очевидно, чтоб нельзя была. Были, назначает. Субтитры сделал DimaTorzok Эти известковые отложения уксус не берет Нет реакции Так что известковый налет непонятно чем чистить Другой стороне есть гораздо более сильное средство Это любое средство для чистки сантехники ванной Сантехника ванной точно так же покрыта никелем Как правило это пластик покрытый никелем И ему ничего не делается Так с чего вдруг вот этому никелю что-то от нее сделается Сейчас попробую какой-нибудь там силит бенка или типа того Что найду Для себя так и оставил бы Но так как пишу видео А то приходится идти до конца Вот такая вот есть штука для унитазов Написано что не содержит хлора То есть соляной кислоты нет Органические кислоты И Санокс тоже предатель Тоже нормальной кислоты нет Щавелевая кислота Попробую щавелевая Если не получится щавелевая То придется идти в магазин за более сильнодействующим препаратом Берет Но медленно Пойду за соляной кислотой Состав Вода питьевая Больше 30% И гипохлорид натрия Менее 5% Маловато гипохлорида Запах прелест А это тоже не быстрый процесс Не смог я победить известковый налет Поэтому буду заливать щавелевой кислотой Еще есть азотная кислота Посмотрел Вот азотная кислота Никель уже жрет Хорошо Поэтому ее не применить Процесс не быстрый Просто надо ждать Ну что ж Очистить так и не удалось Держал я Ну где-то час В щавелевой кислоте Бесполезно Вот здесь Не омедненное гнездо под винт Это потому что За это гнездо Они подвешивали при никелировании Деталь Приехал из отпуска Опять допустил лаэрацию Опять все покрылось оксида миди Я чего-то думал, что хватит Запаса жидкости в бачке на полтора месяца Не хватило Уровень сильно упал Опять начался захват воздуха И вот результат Радиатор окисляется От свободного кислорода Ну и дальше оксид разносится по всей системе В этот раз не стал ничего разбирать Просто залил лимонной кислоты В водоблок Методом Вдув-выдув Попрогонял жидкость Буквально 5 минут Все Вот с такого состояния Все Полностью Весь оксид растворяется в кислоте Кислота безопасная Если чуть-чуть Вдув Окажется неудачным И Кисло попадет в рот То Я удивляюсь вообще Как она что-то растворяет На вкус приятно Приятно-то кисленько Не сильно Монстрация метода Вторую видеокарту И помпу Промыл гораздо проще Просто собрал контур Залил вместо воды Лимонную кислоту Погонял какое-то время Все отмылось Ну буквально 3 минуты Потом Промыл обычной водопроводной водой И Собрал в основной ПК Никаких негативных последствий Не наступило От лимонной кислоты А вот Слово промывать радиатор Как-то руки до сих пор не дошли Сейчас надо будет заняться Но Все равно это опасно Пусть у меня и удачный опыт Но Если никелевое покрытие Некачественное Тонкое С микротрещинами Или если Водоблок чисто медный То Наверное такой способ не очень подходит Никель может начать отслаиваться А У чисто медного водоблока Поменяется цвет меди На розовый И Верхние слои меди Станут такими Рыхлыми Из-за растворения кислотой И все же Учитывая Разницу в трудоемкости Между чисто химической очисткой И механической Оно того стоит Но опять же Это работает только для Оксида меди Какой-нибудь там Пластификатор От трубок Это с комплектующих Не счистит Все равно нужно механически